Сколько угодно много составных чисел в предыдущих подряд. Это чрезвычайно простая теорема. Смотрите, как она доказывается. Берем какое-нибудь большое, а не правильное число. Не знаю, миллион, миллиард. И рассматриваем числа. n-факториал плюс 2. Оно делится на 2. n-факториал плюс 2 делится на 2. И так далее, и так далее. n-факториал плюс n-1 делится на n-1. n-факториал плюс n делится на n. Так мы получили n-1 подряд пущенное вранное составное число. Ну, поскольку я думаю, что это можно было сделать сколько угодно большим, то вот вам длинный отрезок. Ну, разумеется, n-факториал число очень большое. Поэтому здесь, конечно, нужно очень сильно экономить. И если мы будем больше знать о простых числах, то, конечно, такие сумасшедшие большие числа будут совершенно необязательно брать. Но, тем не менее, результат вот такой есть. Если мы будем знать китайскую теорему об остатках, то можно это даже усилить. Вот представьте себе, я хочу, чтобы у меня число x плюс 1 делилось бы на 2 в квадрате, x плюс 2 на 3 в кубе, x плюс 3 делилось бы... А почему x плюс 3? Никогда, ладно, мы с x плюс 3. Тут дело только по-любому. Ну, если бы эти числа были взаимно простые. x плюс 4 делилось бы на 7 седьмой. Вот представьте. Повторяю, тут можно было написать любые, по правилам взаимно простые числа. Господа, это можно. Китайская теорема об остатках утверждает, что такое число x есть. Вот вам, пожалуйста, подряд идущие 4 составные. Ну, ладно, может по-разному. Ладно, что-то есть.